В общем, можно сказать, не справились мы с той установкой, которую мы с планом игры, которую мы изначально планировали. В принципе, весь первый тайм играли хорошо, закрывали все зоны, ваша команда крестит в основном, сыграя в три центральных защитника. Пока мы их всех закрывали, ваших крайних защитников, у нас, в принципе, никаких проблем не было. Как и гол нам пришел, можно сказать, из-за того, что не хватило концентрации на последних минутах. За 15 секунд обычно классные команды не получают мячи, но так как у нас молодость на первых и на последних минутах, наша молодость на этом и сыграла. То есть нужно было просто вынести мяч, тем более сказали, что последние минуты, но у нас решили сыграть в поле. Ну и вратарь сыграл в поле, обрез, лобовая атака, удар, добивание, гол. Что касается второго тайма, ну что, перехватили мы инициативу, естественно, то есть играли уже на вашей половине, счет обязывал, проигрывали 0-1. Но, тем не менее, не смогли правильно перестроиться, не смогли вашу более грамотную оборону, которая уже поиграла на разных уровнях, вскрыть. Ну и получили, как раз подустали и получили вот этот крест, диагональная передача, сброс и гол. Фактически так, если более подробно по игре, ну что, можно вас поздравить, вашу команду, что вы двигаетесь дальше, а мы будем дальше работать. Вопрос. Олег Игоревич, можно ли группа выразить, что Анжи приехал, говорят, на 0-0 все-таки первой тайм? Да нет, мы только на победу приезжаем везде. Фактически, если бы мы не пропустили этот мяч на последних секундах, были бы качели, поверьте. То есть мы могли забить, и вы бы могли забить. На 0-0 мы никуда не ездим, потому что команда, видите, у нас очень подвижная, функционально готова, она хорошо. Даже, можно сказать, где-то посильнее вашей команды, потому что вы подсели последние 15-20 минут. Просто вам нужно было сохранить счет, вы грамотно его сохранили. А нет смысла приезжать и играть на ничью. Никакой смысла нет. У нас ничьи, видите, сколько у нас ничьих? Мы стараемся играть, но не всегда получается. Молодые ребята, 17-19-20-летние, учатся, растут. Что-то у них получается, что-то нет. По сопернику хотел сказать, что в целом молодая команда, достаточно дисциплинированная. Практически играет, можно сказать, у нас разные стили игры. Разные стили игры. Организованная команда знает, что хочет на поле. В целом готовились к похожему рисунку игры, отдать должное. То есть они практически забивали в каждом матче. Это первая игра, когда они ушли без забитого гола. Нас это радует, нас это радует. А в целом могу сказать, что ребята выполнили установку, не все получалось. Немножко торопились в первом тайме, а потом после забитых мячей в целом успокоились. И должны были еще больше забивать. То есть счет должен быть еще более крупный. Очень приятно, когда губернатор приходит на наши игры. И три раза был, три победы. Так что приглашаем Игоря Юрьевича еще на наши игры. Ну, очень приятно на самом деле. И видно, что это хороший руководитель. Хороший руководитель. И я думаю, что с ним еще много побед у нас будет впереди. Такой комментарий. Виталий Николаевич, тренер Гостей подметил, что Волгарь подсел под концовку физически. Согласитесь ли вы с этим? Подсел и создал четыре голевых момента. Там только Бутенко один мог три забить. Мы просто играли по счету. Мы играли по счету. И дело в том, что 2-0 нас абсолютно устраивало. Уже это гарантированная победа практически. Задача была спрятать мяч, так сказать. То есть больше его контролировать. И чаще смену направлений делать. То есть, а то, что моменты мы создали, да, вышли молодые. Вот, допустим, смотрите, Дима Лесников первый мяч забил в этом сезоне. У нас Азявин сегодня дебютировал. С чем мы поздравляем. С чем мы поздравляем. Так что, ну, я не очень соглашусь. Мы играли просто по счету и все. А то, что они делали быструю доставку мяча в зону атаки, это их стиль игры, ради бога. Касаемо выбора форума, на чем вы основываете, выбирая Мязина, а не Бутенко? Мы основывались. Согласно тренировкам, Мязин хорошо выглядел на занятиях. И предпочтение отдали ему. В целом, Андрей и гол забил. Чуть больше, конечно же, мы от него ждем. А так, если говорить про Сашу Бутенко, то он вышел достаточно хорошо. Имел моменты, должен был забивать. И все. Так что, так. Всех с победой. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok